Приветствую вас, и давайте попробуем подумать так. Любые отношения это, в первую очередь, что? Доверие между партнерами. Ваш мужчина, в какой бы он ситуации ни оказался, вам не доверяет. Точнее, он хочет, чтобы вы сделали для него что-то ему важное, но при этом сами почему-то то, что важно вам, не получали бы. Вы пишете, что работаете вы вместе. Это означает, что если вы работаете вместе, то у мужчины также есть доход. Но, поскольку вы в начале отношений чисто естественно для себя ставили себя так, что вы за все платите, то мужчина к этому уже привык. И считает нормальным подобное проявление вас и вашего отношения к нему. И сейчас говорить о том, что вот почему он так поступает, о том, чтобы требовать от него что-то, уже нельзя. Потому что изначально было по-другому. Да, понятно, что вы сейчас как бы хотите больше получать от человека, больше чувствовать от него поддержку и так далее. Понятно, что вы думаете о семье и родители этой самой семьи и он соответственно тоже этого хочет. Раз говорит, что хочет расписаться с вами, да и так далее. Вот. Но проблема заключается в том, что, собственно говоря, он ставит условия вам. условия того, что вы что-то получите. То есть его отношение к вам не является, к сожалению, безусловным, таким, какое оно у вас к нему. И вот тот факт, что оно у него условное, то есть если ты сделаешь определенное там действие, то я сделаю тебе соответственно то-то, то-то, то-то. Вот такая постановка вопроса, она свидетельствует о том, что человек стремится в первую очередь к своим желаниям, к своим стремлениям. И это означает, что в вас он в большей степени видит средства, средства для достижения своих целей. Это объективная реальность. Если бы он не видел в вас средства, он бы что-то делал для того, чтобы показать вам своего чувства к вам, его отношения к вам абсолютно и полностью безусловно. Но поскольку этого ничего нет, то, соответственно, можно говорить о его скоростном отношении к вам. И ваши здесь опасения насчет будущего вполне понятны. Потому что вы действительно боитесь, что человек вас использует и обманывает. Вот пропишешь такого и потом не выкинуешься. И поэтому неважно, кто из вас здесь прав. Неважно, кто виноват. Мы все-таки здесь не судьи и вешать на человека ярлыки, такие как «виноват» или «прав» не будем. Но тот факт, что у него нет доверия к вам, или он заинтересован в получении чего-то от вас в контексте отношений. И тот факт, что у вас теперь к нему доверия тоже нет. Это факт объективный. И на него нельзя закрывать глаза. Ему нельзя относиться как бы легкомысленно. Он есть. И без доверия отношения не построить, к сожалению. Поэтому, как минимум, вам не стоит спешить расписываться. Вам не стоит расставаться с ним сейчас прямо. Но и торопиться расписываться, создавать семью с ним тоже не стоит. Потому что это может быть чревато. Да, да, скажете вы, прошло два года. Касалось бы, срок достаточно большой для того, чтобы уже понять, можно ли человеком что-то построить серьезно или нет. Верно, два года прошло. Но, тем не менее, несмотря на это, как видите, этого мало. Человек проявляет себя не так, как вы того хотели бы. Соответственно, что нужно сделать? С ним откровенно поговорить и отлучить ему такую точку зрения, согласно которой вам не нравится, что он ставит вам условия. Вы считаете, что в отношениях условий быть не должно. И вот в зависимости от того, как вы на эту тему с ним поговорите, что вы извлечете из этого опыта, вот на основании этого вам уже и нужно будет принимать решение тогда. Ну, а что касается страха одиночества, то у вас, вероятно, тоже есть какая-то к нему потребность. Потребность, связанная в первую очередь с тем, что вы через него стараетесь, примитесь убежать от этого самого чувства одиночества. И это плохо. Потому что страх одиночества может толкать вас на общество людей, которые вам неприятны, которые уничтожают вас. Страх одиночества делает вас зависимой от них. И это очень плохо. Для начала нужно понять, почему вы боитесь одиночества. Что в нем такого страха? Далее, идти на пути обеспечения самодостаточности. На пути к пониманию одиночества как сознательного стремления к уединению, обретения внутренней гармонии и полноты, и лишь потом, удовлетворив свои потребности, вступать в отношения с людьми. Стремясь лишь только в них, в отношения, благодаря желанию делать человека счастливым. И только так ваши отношения будут безусловны, бескорыстны и лишены каких-либо недоверий и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.